В этом видео вы узнаете, что посмотреть в Абрао-Дюрсо, куда сходить в первую очередь, и как не потратить время зря в этом замечательном курорте. Посмотрите это видео, будет полезно. Всем привет, вы на канале Тревелин РФ и с вами снова на связи Альберт. Что ж, не буду растягивать время, подписывайтесь на наш канал и начнем прогулку по Абрао-Дюрсо. Начну с того, что Абрао-Дюрсо, это село расположено в 14 километрах от Новороссийска и 5 километрах от Черного моря. И первая достопримечательность села, которую вы сразу увидите, это разумеется озеро Абрао. Как иначе, ведь ради него сюда приезжают люди, и вот почему. Вода в озере насыщена растворенным призвестником, цвет водоема меняется от изумрудного до бело-голубого, что очень красиво выглядит в жизни и на фотографиях. Озеро совсем не глубокое, достигает наибольшее в глубину 11 метров. Однако его берега растянулись лишь на 3 километра в глубину и 600 метров в ширину. Площадь зеркала составляет около 2 квадратных километров. Абрао – самое большое пресноводное озеро в Краснодарском крае. Вторая достопримечательность, мимо которой вы не пройдете мимо, это набережная Сарт-Парка. Парк наполнен волшебной творческой атмосферой. Здесь находятся множество чудесных скульптур и инсталляций. Из чистой и красивой, при посещении буквально отдыхаешь душой. Кстати, не забудьте захватить с собой фотоаппарат. Фотографировать хочется буквально каждый уголок. На набережной благоустроено множество красивейших клумб с растениями самых разных форм, размеров и расцветов. Кроме того, на набережной установлены необычные, очень красивые скульптуры, созданные местными мастерами. Особенно популярны фото-зоны, которых здесь невероятно много. Кто же откажется от фотографии, которая наполнена таким большим количеством воспоминаний о приятной прогулке по красивейшей набережной? Здесь очень любят проводить свое свободное время с семьей и с детьми. Погуляв по парку и набережной, вы можете посетить экскурсию, проходящую на винном заводе Абрао-Дюрсо, основанном в 1870 году. Работники завода расскажут вам его историю, проведут дегустацию вин, а также вы сможете посетить галерею света, где не останетесь равнодушными. Она впечатляет всех посетителей. Вы также сможете сходить на завод с детьми, приобретя билет на экскурсию без дегустации. Рядом с заводом расположено не менее интересное место. Я говорю об арт-галереи. Эта достопримечательность представляет собой торговую площадку на территории винного завода. Здесь местные мастера, рукодельницы, художники и дизайнеры представляют свои эксклюзивные работы. И напоследок зайдите в храм Блаженной Ксении Петербургской. Он миленький и очень удачно расположен на возвышенности, являясь по сути еще одной обзорной площадкой. Этот храм построен в 2012 году. Он особенно красив в утренние часы, когда его свечают первые лучи солнца. Сегодня храм является центром духовной жизни поселка Абрао-Дюрсо. Здесь есть большая библиотека и работает воскресная школа. От стен церкви открывается прекрасный вид на поселок озера Абрао. Вот так кратенько я вам показал основные достопримечательности села Абрао-Дюрсо. Но я еще не упомянул о домике Йога и озере Малый Лиман. Об этом вы можете посмотреть в отдельном видео по ссылке в верхнем правом углу. Подписывайтесь на наш канал. Всем добра!